И чтобы они плохого не делали, пациент окажется удовлетворен, потому что ему правильно воздействует на головной мозг, объяснив, что то, что он получил, это единственный возможный вариант. В независимых от них обстоятельствах пациенты затягивают решение этого вопроса, и на выходе вторая стадия, через полгода превращается в четвертую. Вы всегда делаете одну и ту же ошибку. Вы воспринимаете пациента, страдающего раком, как обычного пациента. Меня зовут Серебренский Ликюрич, я являюсь руководителем клиники «Медицин-24-7». Мы занимаемся оказыванием специализированной медицинской помощи для больных онкологическими заболеваниями, для больных тяжелыми неврологическими заболеваниями на экспертном уровне. Коронавирус. Сильно ли изменил Вашу деятельность? Какие-то изменения в работе пришлось принимать? Да, разумеется, пришлось перекроить полностью производственную цепочку. О том, что такое коронавирус, мы узнали от коллег впервые в конце ноября 2019 года. До того, как китайцы объявили? Абсолютно, потому что просто от коллег, которые трудятся в ШИБе госпитал, в Тель-Авию пришли интересные клинические новости о том, что вот у них появилась вот такая бяка, и, соответственно, с ней что-то надо будет делать. Поэтому, как только Китай объявила о новой пандемии, и, соответственно, дальше просто пересмотрели, что из Китая прилетало за последние 100 лет. И поэтому было абсолютно понятно, насколько это все серьезно. Поэтому, как только первые зарегистрированные случаи появились у нас, соответственно, к этому времени уже были проведены некие профилактические работы в здании, в организации потоков, в системе индивидуальной защиты, профилактические мероприятия. На выходе, собственно, я могу сказать, что да, мы работали в этой эпидемической среде, но мои пациенты не болели от ковида, они лечились от своих основных заболеваний. Олег Григорьевич, мы первый раз пишем выпуск нашей программы в коммерческой клинике. Что может предложить коммерческая медицина в пику государственной? Это более комфортные условия, или вы можете предложить какие-то иные подходы в терапии, нежели в госклинике? Мы не можем оказывать медицинской помощи меньше, чем положено по стандарту. Это напрямую запрещено законодательством и, соответственно, достаточно жестко регулируется. Поэтому можем предложить медицинской помощи больше, либо больше дать сервисных услуг, либо предложить альтернативный подход, то есть собрать нескольких гуру из разных стран мира, провести телекомедицинскую конференцию и предложить пациенту не первое, не второе, а третье или десятое решение его проблем. Собственно, это то, для чего мы создаемся, то, для чего обращаются к нам люди. Они приходят к нам за вторым мнением, они приходят за полностью понятным для них протоколом или схемой, По поводу телемедицины очень интересная вот эта вещь, вы сказали, она же, по сути, делает направление, сейчас только-только развивается в медицине. Первый телемедицинский пункт с моим участием был создан в Женеве и в Нью-Йорке, а также в Токио в 98-м году, поэтому для кого-то телемедицина впервые, для меня это 22 года тому назад. Но, тем не менее, эта практика сейчас на законодательном уровне в России внедряется так очень осторожно. Сама практика в заучных телефонах и иных консультациях существует безумное количество лет. Принципиально сменился только вектор два года тому назад. С консультацией врача с врачом с использованием средств связи мы перешли на использование контакта врач-пациент без применения шифрованных или закрытых каналов связи. Правильно я понимаю, что пациент, который хотел бы уехать на лечение за границу, но не может себе позволить по каким-то причинам закрытой границы, финансы, что угодно, он может с вашей помощью получить второе, третье мнение немецкого или израильского врача? В первую очередь, пациент с нашей помощью избавляется от собственных сомнений. От сомнений в чем? Так или иначе, он не нашел контакта, я имею в виду он или она, или там целая семья здесь, на родине. А дальше, соответственно, кажется... А то с самого врача вы имеете в виду? Считается, что правду надо искать по схеме Герцена в Лондоне, или правду надо искать в Берлине или в Париже. И там живут точно такие же люди, как и мы с вами, с таким же чаянием. Классных врачей в любой стране мира, там от 5 до 10% популяции, остальные, соответственно, делают свою работу не за совесть, а за страх. За страх быть увлеченным в непрофессионализме или несоблюдении стандартов. А те, кто будут реально разбираться в пациенте, искать сложные заболевания, искать сочетания заболеваний. Принимать во внимание социальные факторы. Такие, почему? Многие российские врачи-онкологи любят этот тезис, что все, что лечит на Западе, можно вылечить и у нас. Вы с этим согласны? Ну, запад, я имею в виду, по странам отдельно поговорили, как на Германии, Израиль, лидеры. В этих странах замечательно развит медицинский маркетинг. И все. Ну, давайте разделим мух от котлет. Если вы хотите ехать в кузницу мировых знаний в области онкологии, то вы должны ехать в Париж, в госпиталь Густава в Руси. Там производится 30% мировой онкологической мысли. Но вы слышали название этого лечебного учреждения? Не знаю. Вы считаете, что туда надо ехать? И большинство обывателей этого тоже не знают. Поэтому едут туда, куда привычно, туда, куда едут все остальные. То есть, вы хотите сказать, что квалификация российских врачей не уступает? Если говорить о том, чем сильны отдельные клиники в отдельных странах мира за периметром Московской кольцевой автодороги, то, соответственно, они интересны именно полным циклом. От момента маркетинга до момента выписки удовлетворенного пациента. И чтобы они плохого не делали, пациент окажется удовлетворен, потому что ему правильно воздействует на головной мозг, объяснив, что то, что он получил, это единственный возможный вариант. А если вы в откровенной беседе опросите ведущих онкологов нашей страны, они сталкиваются с тем, что приходят к ним, называемые вещи своими именами. Приехал человек в Мюнхен, в замечательную клинику его там полечили, отрезали, взяли много денег, соответственно, дальше что? А дальше сказали, извините, вы не наш пациент. Или поставили диагноз, на плохой русский перевели, соответственно, этот документ. А замечательно, ты его читаешь, задаешь несколько уточняющих вопросов, пациент переадресовывает их врачу на той стороне телефонной трубки, и ты не находишься с правильным ответом. Поэтому я могу вам привести десятки примеров и за, и против. Надо ездить за лечение за рубеж, и с какими заболеваниями, или не надо. Попробуем все-таки остановиться более общим. За рубеж в действительности можно ездить, но с тем же успехом вы можете получить, либо не получить медицинскую помощь, как вы обратитесь в любое группу лечебного учреждения территории Российской Федерации. В любое или в пределах Московской Федерации? Я бы рассматривал поиск своего врача через призму непрофессионализма, а через призму того, насколько он подробно расскажет тебе о свягчании, о горестях. Приходит к тебе молодая девушка с раком молочной железы, впервые выявлен, вторая в эстаде. И правда, жизнь у нее, в принципе, очень благоприятна. Ну, 10 лет, по большому счету, она может прожить при определенном гистологическом виде рака. Ты говоришь, давайте, сейчас мы быстренько прооперируем, после чего проведем определенный вид химиотаргетной терапии, и пациентка будет жить долго и счастливо. Соответственно, тебе они говорят, нет, извините, мы сейчас не можем себе это позволить. Почему? Ну, это деньги, хорошо. Есть возможность отправиться в другое лечебное учреждение, там, в третье, в четвертое ты рекомендуешь, поскольку, в принципе, хорошо относишься к пациенту. А пациенту прямо говорит, я буду ждать квоту, мне мой онколог по месту жительства убедил, что это можно сделать по квоте. Говорит, это не вопрос. Но пока вы оформите все надлежащие документы, вы протянете время, особенно после первичной биопсии, которая уже была проведена, на фоне которой, собственно, поставлен правильный диагноз. В независимых от них обстоятельствах пациенты затягивают решение этого вопроса, и на выходе вторая стадия, через полгода превращается в четвертую. И, к большому счету, они приходят опять к тебе с вопросом, что нам делать дальше. А в частной медицине, чтобы затронуть этот вопрос, достаточный поток больных, чтобы хирурги поддерживали ловкость рук? Хирург должен быть не просто в форме, он должен еще иметь время, чтобы вести пациента. То есть правильно подготовить его к операции, проследить за средним персоналом, чтобы пациент был готов. Слиться в экстазис, анестезиологическая служба. Обеспечить правильный выход пациента из состояния наркоза, перевод в отделение, введение в отделение. Уход и введение – это ключевые вещи, которые позволяют больному не только выжить, но и повысить качество жизни после оперативного вмешательства по сравнению со сходом. Возвращаясь к нашей основной теме, все-таки различия в подходах лечения онкологических заболеваний. На каких-то, не знаю, стадии, на стадии диагностики, возможно, стадии ухода, как вы сказали, есть какие-то различия, плюсы, минусы нашей медицины и их медицины? – Принципиально – нет. Тонический рывок и реальные расшифровки исследований существенно выше. Гистологическая служба как хромала, так хромает, причем не в зависимости от страны, потому что количество гистологов, которые готовы сидеть и портят глаза в микроскопе, их становится все меньше, и поколения не меняются, а смена не растет. И мы видим одинаково плохие заключения и из Берлина, и из Парижа, и из Тель-Авию. Повторюсь, если мы говорим абстрактно о стране, то не ехать не имеет смысла никуда. Если мы говорим о конкретном лечебном учреждении, которое занимается конкретной бедой, а по отчаянию еще к конкретному врачу, то ехать стоит. Если у вас нету такой информации, вы не знаете, как ее получить, вы основите исключительно на отзывах людей, и размещающих свои сообщения в интернете, то ехать никуда не надо. Люди, которые размещаются в сообщении в интернете, они же как бы есть какие-то позитивные? Те люди, которые добиваются успеха, соответственно, лечения своего заболевания, крайне редко оставляют положительный отзыв. Это специфика психологии пациента, страдающего раком. Как только он избавляется от проблем, или, в принципе, не только рака, а любого тяжелого заболевания, то он моментально старается об этом забыть. А вот если он недоволен хоть чем-то, хоть качеством жареной картошки, то, соответственно, да, однозначно размещается в свой негативный отзыв в интернете. Больной человеку не уменяется психология, и, применяя стандартные методики общей логики, вы всегда делаете одну и ту же ошибку. Вы воспринимаете пациента, страдающего раком, как обычного пациента, который заболел насморком. Или сравниваете, как будто, ну вот взяли его колесо в машину и проткнули, ну что ж, чего ж ты не думаешь на голову? А он не может думать, у него доминантный страх смерти. Рациональное мышление выключается в первую очередь. Критичность восприятия. Возникает безумное количество комплексов. У пациентов как? Я умру, а вы останетесь живы. Вот, вот это вся основная проблема, которая есть. И не надо, и в этом смысле, ругать отечественную медицину. Не надо хвалить зарубежную медицину. Там такие же люди сидят. Вы уверены, что наши врачи дают наиболее полную информацию, причем так, чтобы пациент ее понял? Давайте перейдем из категории «наши врачи, не наши врачи». В каждом лечебном учреждении есть хорошие, плохие специалисты. Ну, в силу специфики распределения. Есть бездушные, есть невнимательные, есть начинающие. В этом смысле пациент должен отвечать за свое здоровье сам. Задавай вопросы, погружайся в проблематику. Изучай. Почему-то выбор итальянской плитки, соответственно, после ремонта квартиры. Люди становятся экспертами в каждой отрасли, касающейся строительства или там ремонта. А то, что касается собственного здоровья, они должны прийти к некому звезде величину, которая возложит на них руки и скажет, ты здоровь, отпусти ее домой. Вот это принципиальная разница. Потому что здесь, в России, вы можете, если бы, это просто хотя бы задать. У вас уровни вводения родным языком соответствующие, а за рубежом у вас нет даже базового языка. В этом принципиальная разница. Некоторые наши соотечественники, возможно, их сотни, даже тысячи, начинали лечение до публики коронавируса, в условиях, в которых мы сейчас живем. И сейчас, по понятным причинам, в условиях закрытых границ, сидят и должны что-нибудь делать. Искать хорошего врача, ничего больше. Законодатель в 2015-2016 году сделал все, чтобы легализовать все те наработки, которые существуют в мире, и дать доступ нашим пациентам, по крайней мере формально, с точки зрения закона, к всем новинкам мировой онкологической мысли. Поэтому, если не брать экспериментальный препарат, это, соответственно, все остальное технически доступно. Это можно либо привезти, либо заказать ДИЧЛ, либо еще что-то при наличии того или другого рецепта. Более того, вот мы входим в международную систему клинических апробаций. У меня сейчас в общей сложности два десятка протоколов идет. Я подписываю контракты еще примерно на 15. До конца года это те наработки компании AstraZeneca, Merchap & Dome, Pfizer, которые войдут в мировую клиническую практику еще лет через пять. А может, они войдут. Ну а сейчас на них развенется законодательные ограничения? Есть специальные порядки, которые предписывают, как это делать, получение специальных разрешительных документов на здравии и далее, далее, далее. Сложная процедура аккредитации, исследования, то есть все это доступно. Если человек проходит по критериям скринирования, то он может получить и экспериментальную терапию в том числе, и не надо никуда ехать. По стоимости лечиться от наркологического заболевания в России за деньги, это очень дорого. По сравнению с чем? Ну, по сравнению, я не знаю, с тем же самым, с Исраилем, который, в этом случае, дешевле, чем Германия, который сильно дешевле, чем Америка. В номинале, если вы являетесь гражданином Израиля, лечение для вас бесплатное. Если вы иностранный гражданин, то точно так же, как есть билеты у нас в Кремле для россиян и для нероссиян, они разные. Поэтому где-то вы заплатите в три дорога за лечение, а где-то вы дополнены к лечению заплатите за accommodation, за размещение, за трансфер, перелет, за наличие сопровождающего вас лица, за родственников, которые неминуемо захотят полететь с вами. Ну, как же они вас оставят? Поэтому вы к стоимости лечения приближаете коэффициент в три или, в принципе, в два или в три иногда больше, раз выше, чем предназначально предполагалось, потому что все эти сопутствующие затраты не вносятся обычно в прескурант или в расчет стоимости. Если же вы находитесь по месту постоянного проживания, то у вас их нет. И мало кто из родственников хочет разделить с вами палату в больнице за то, чтобы каждый день наблюдать за вашими мучениями. По этой причине стоимость будет минимальная. Ну, а какой секрет, сколько у вас стоит сутки пребывания в стационаре? Сутки голая стоимость, голые койки, будет находиться в диапазоне от 3,5 до 8 тысяч рублей. В зависимости от? Количество пациентов в палате. Больше ничего. Отечественная и зарубежная медицина. Насколько я понимаю, разницы вы большой не видите, и метаться смысла не имеет. А если вы хотите проконсультироваться с зарубежными специалистами, то вот они у нас тоже есть. Вопрос идет в том, кого ты собираешь. Интересующихся медициной молодняк, которому там сейчас 30-35 лет, и которые желают развиваться, которые постоянно находятся в теме. И когда тебе доступны именно эти люди, лица, соответственно, горящие глаза, стучащие сердца, то я вас уверяю, ехать куда бы то ни было не имеет смысла. Должны быть люди, которым не все равно, которые не безразличны к своей работе, которые просто любят свою работу. В идеале они еще должны любить больных. Разговаривать с ними, объяснять. Иногда приходится в 101 раз объяснять, почему нужно пациенту выполнить колоноскопию, как к ней готовиться. А дальше ты понимаешь, что на уровне врачебной интуиции ты ставишь правильный диагноз, ты подтверждаешь его инструментальными методами. И сидя, допустим, напротив меня, я могу с достаточно высокой точностью не опрашивая вас, но по совокупности ваших поведенческих реакций поставить там три диагноза. Вопрос дальше. Ну давайте остановимся здесь. Нет, мы это как раз прекратим. Но если возвращаться к нашим баранам, то онкология сама в себе редко одна бывает. Средний размер диагноза у моих больных это вот такой, где онкология это только одна маленькая строчка. И вот как лечить вот этот вот букет, микс, вот это и есть на самом деле основа клинической медицины. Как правило подобрать лечение с учетом того, что у пациента уже энцефалопатия, у него уже полиэнеропатия, у него уже дефектная печень сама по себе измучена, алкоголем, никотином, излишествами нехорошим. И когда все это есть, то как ему, замечательно, такому человеку подобрать правильную терапию? Или получая лицензию инфекционной болезни, мне задавали вопрос Олега Юрьевича, а зачем оно вам надо, вы собираетесь там делать онкологическую клинику? Я говорю, делаем, делаем, делаем. Ну разве онкология сочетается у нас с тяжелой инфекцией, или там с ВИЧом, допустим, сочетается? Гепатит В, С, Д, Е, ВИЧ, или на стадии СПИД, и плюс рак, а еще иногда туперкулез попадается. Что называется, тютель в тютель. Как лечить эти миксы? Ну, пока лечить эти миксы. С удовольствием. С удовольствием. Спасибо большое. С удовольствием.